Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. И сегодня мы снова с вами продолжаем тему заготовок. И сегодня я буду готовить очень вкусную закуску под названием Кобра. Название Кобра соответствует блюду. Закуска получается острая и очень-очень вкусная. Ее можно есть как и с гарниром, так и самостоятельно, просто положив на кусочек черного хлеба. Очень вкусно! Нам понадобятся, конечно, баклажаны. Баклажан потребуется 3 килограмма. Их мы должны порезать кружочками. Не надо замачивать баклажаны, чтобы они выпустили горечь. Потому что сейчас у нас баклажаны в основном без горечи. Это современные гибриды, поэтому с баклажанами никаких манипуляций не проделываем. Мы просто-напросто их режем кружочками. Нам потребуется перец. Перец сладкий 2 килограмма. Его необходимо пропустить через мясорубку. Потребуются томаты. Томаты в 1,5 килограмма. Их мы пропускаем через мясорубку. Или мы делаем томатный сок. Я использовала томатный сок. У меня ушло литр плюс еще примерно где-то пол-литра. Можно добавить, если вы увидите, что недостаточно жидкости. Что потребуется еще? Это, конечно, чеснок. Чеснока я использовала 300 грамм. Чеснок мы пропускаем через мясорубку. Перец острый. Я использовала перчик чили. 6 перчин. Потому что закуска должна быть острой. Но здесь вы уже можете как-то под себя подстраивать. Или более острую, или щадящую сделать. Потребуется зелень петрушки. Это пучок петрушки такой среднего размера. И зелень укропа. Растительное масло 200 грамм. Уксус 3% полтора стакана. Или уксус 9% 150 миллилитров. Соли 2 столовые ложки. И 2 столовые ложки сахарного песка. Что мы изначально должны сделать? Подготовить так называемую подливку. То есть все, что мы пропускали через мясорубку. Это болгарский перец. Это все травы. Это чеснок. Все мы это перемешиваем. Добавляем растительное масло. Соль. Сахар. То есть делаем так называемую подливу. В подливу обязательно добавляем или томаты пропущенные через мясорубку. Или это томатный сок. То есть все перемешиваем. Кроме баклажан. Дальнейшие действия мы берем в кастрюлю. Желательно, чтобы это была кастрюля или с двойным дном, или казан. Но то, что не пригорает. Я пользуюсь сейчас рассекателем. Потому что это очень удобно. Ничего не пригорает. Начинаем выкладывать послойно в кастрюлю. Баклажаны кружочками. И вот как раз таки эту подливу. И так до полной кастрюли. Закрываем кастрюлю крышкой. И ставим на плиту. С момента закипания добавляем уксус. Вся наша закуска тушится примерно 20 минут. Банки мы заранее готовим. Как я ранее говорила, я их стерилизую в духовке. Банки чистые. Крышки прокипятили. Берем, не снимаем закуску с плиты. Раскладываем по банкам. И закрываем. Закрываем и укутываем одеялом до полного остывания. На следующий день. Вы знаете, это как раз таки закуска. Мне всегда задают вопрос. А когда можно кушать? Ее можно кушать сразу, когда она остыла. Она получается очень-очень вкусная. И чем она хороша? Тем, что ее можно хранить в комнатных условиях. Но я хочу вообще вас предупредить по заготовкам. Хотя у меня есть погреб и подвал. Я никогда не спешу заготовки туда отправлять. Я их всегда сначала где-то неделю выдерживаю дома. И смотрю. Потому что произойти может что угодно. И это неприятность, когда слетают крышки, чтобы это произошло на виду, а не где-то в подвале. Но я желаю вам, чтобы этого, конечно, не происходило. И вот как раз таки по слетанию крышек, чтобы этого не происходило, все зависит от чего? От того, от чистоты. От чистоты банок, крышек и приготовления. И не нарушения рецепта данного рецепта. Ну а с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Отличных вам заготовок. Хорошего настроения. Пока-пока.